Добрый вечер, я Кристина Терещенко и мы с командой новостей Донбасса подготовили для вас дайджест о главных событиях войны в Украине, в частности на Донбассе. Более тысячи украинских военных, которые сдались в плен из мариупольского завода Азовсталь, этапировали в Россию. Это сообщает российское издание ТАСС, ссылаясь на анонимные источники в правоохранительных органах. По их информации, в ближайшее время после проведения очных ставок с рядом военнопленных, следствие также планирует направить еще часть украинских пленных в Россию. Источник добавляет, что в Москве могут находиться более ста человек, цитата, среди которых иностранные наемники, сдавшиеся в Мариуполе. Но вот согласно информации наших источников, приближенных к переговорному процессу об обмене азовцев на территорию Украины, информация от ТАСС не подтверждается. Украинские военные не находятся в России. Славянск и близлежащие поселки сейчас под ежедневными попытками штурма российскими оккупантами. Для них город – это следующая крупная цель после Лимана и Светогорска. Так, разведку боем вела Россия в направлении поселка Райгородок, маневр оказался безуспешным, сообщает генштаб ВСУ. Но, к сожалению, за все эти, пускай и неудачные для России попытки, Украина платит жизнями людей и разрушенной инфраструктурой. Обстрелы не прекращаются практически во всех городах области. 43 гражданских объекта за сутки пострадали. Из них 30 домов, школы, детские сады, общежития. Рано утром сильный удар был нанесен по Бахмуту. Пришелся он на административное здание и школу, которая в результате полностью разрушена. Видео последствий публикует национальная полиция. В Бахмуте есть пострадавшие, но их количество пока не уточняется. Присылают нам фото также из Авдеевки. Там попадание в коммунальное предприятие и в ряд жилых домов, выгоревшие торговые павильоны и квартиры. А вот в Константиновке из-за боевых действий законсервирована известная в Украине кондитерская фабрика «Конти». По информации от наших источников, она остановила свою работу еще неделю назад. Зарплаты урезали, сейчас сотрудников эвакуируют в безопасный регион. Возобновить свою работу фабрика в городе Кане в Черкасской области. Кстати, о строительстве кондитерской фабрики в Каневе владелец «Конти» Борис Колесников сообщал еще в 2019 году. В Луганской области ключевой для оккупантов точкой остается Северодонецк. Бои идут в самом городе. Позиции украинских военных удается удержать. Продвинуться пытаются россияне и в близлежащих от него селах. Так, в направлении Тошковки и Устиновки, которая в получасе езды от Северодонецка, ВСУ остановили попытку продвижения оккупантов и даже отбросили их. Минобороны заявляют, что для захвата Северодонецка Россия бросает новые подразделения. Ворог не шкодует ни сил, ни техники, ни людей, кидая все новые и новые подразделения. Значально нарастив там колькість своего особого склада и намагается полностью взяти Северодонецк под свой контроль. Треба розуміти, ситуация дуже динамична. Певні квартали можуть переходити з рук в руки. Северодонецк – це немаленьке місто, там більше 80 кварталів. По информации от главы области Сергея Гайдая, желающих эвакуироваться становится все больше. За минувшие сутки вывезли из области 40 человек. Просят местные жители и об эвакуации из Северодонецка. Там остается около 15 тысяч человек, но вывезти их пока невозможно из-за очень тяжелой ситуации со встрелами. Мощный взрыв сегодня в обед раздался в центре Донецка. Снаряд упал на улице Университетской вблизи так называемого дома правительства группировки ДНР. До оккупации там находилась облгосадминистрация. Повреждения получил также жилой дом, киоск прессы и остановка. Местные так называемые власти сообщают о минимум трех раненых. Одна из них – беременная девушка. Под обстрелом оказался также Ленинский район Донецка. Прилет был и в Макеевке, в микрорайон Восточный. Сообщается о смерти одного человека и ранении четверых. Снаряд попал также прямо в фуру. В одном из частных домов произошел пожар. Тем временем главарь группировки ДНР Пушилин отправил в отставку так называемого премьер-министра непризнанной республики Александра Ананченко. Взамен ему было предложено возглавить развитие госсектора. Кто новый кандидат на должность премьера оккупированных территорий Донецкой области, пока неизвестно. Мэр Светогорска Владимир Бандура подозревается в государственной измене, сообщает Государственное бюро расследований. Поводом стало видеообращение Светогорского мэра, о котором мы рассказывали во вчерашнем выпуске. Там он озвучил ряд обвинений в сторону ВСУ и поддержал захват украинских территорий России. Начато досудебное расследование Бандуре грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения. На сегодня у нас все, но как вы помните, в телеграм-канале дежурный по Донбассу новости для вас публикуем круглосуточно. Тут на ютубе комментируйте видео и рассказывайте нам, как вы переживаете дни войны в Украине. До встречи!